Здравствуйте, уважаемые посетители канала Иванова Наука! Несмотря на то, что сегодня первый день лета 2020 года, с чем я вас поздравляю, теплая погода никак не настанет. Хотя синоптики вроде бы обещают, что через недельку будет уже лето и будет тепло. Но пока что нам приходится справляться с всевозможными холодами. И конечно в это время многие садоводы-огородники озабочены вопросом, как поддержать, как подкормить, чем обработать растения, чтобы они были менее уязвимы к болезням, к вредителям и хорошо развивались. В сегодняшнем выпуске я расскажу вам о нескольких таких очень популярных удобрениях, средствах защиты, от которых вам точно следует отказаться, либо существенно уменьшить уровень их потребления на своем участке. Смотрим! Первое средство, от которых вам точно стоит отказаться в огороде, это бриллиантовый зеленый или обыкновенная зеленка. Хотя бриллиантовый зеленый является неплохим антисептиком, однако его антисептические свойства в тех дозах, в которых его рекомендуют садоводы и огородники, блогеры различные, весьма и весьма сомнительны. Уже будучи разбавленным в два раза, аптечный раствор бриллиантового зеленого перестает действовать не только на целевые микроорганизмы, ну например, возбудители кожных заболеваний каких-то, когда мы смазываем ранки, профилактируем какие-то инфекции кожи, но и уж тем более он никак не действует на возбудители фитофтороза, различных заболеваний растений. Поэтому этот совет иметь вот в аптечке у себя в садовой бриллиантовый зеленый годится лишь для каких-то отдельных, ну почти кукольно-игрушечных случаев, когда можно смазывать зеленкой какие-то повреждения на луковицах, ранки на стеблях огурца, ну еще какие-то варианты я слышал. Я сам рекомендовал смазывать те же тюльпаны, область поражения фузариозом или пеницеллезной гнилью бриллиантовым зеленым, однако неразбавленным средством. Ну и кроме того, сейчас существуют уже цивилизованные способы контроля различных фитопатогенов, в том числе наши постоянные зрители хорошо знают и понимают важность использования биологических средств защиты растений, поэтому это все уходит в историю. Другое популярное средство в саду и в огороде это йод или вот такой спиртовой раствор йода из аптеки для наружного применения. Вам тоже стоит отказаться от этого средства в саду и в огороде. Йодная лихорадка, которая захватила садоводов-огородников уже давным-давно и продолжается несколько лет, но то, что я наблюдаю, когда вошел в такую тему любительского садоводства-огородничества, такую популярную, широко популярную, должна безусловно уже кануть в лету и сойти на нет. С точки зрения удобрений, вот этот йод не имеет вообще никакого значения. Он растениями буквально не усваивается. Обогащение продукции овощной йодом не происходит за счет использования спиртового раствора йода. Он происходит за счет использования йодных удобрений, микроэлементных, ну хотя бы йодида калия, а вовсе не вот такой вот настойки. Использование, развешивание бутылочек с йодом не только не отгоняет никакие болезни и вредителей, но еще и значительно ускоряет разрушение поликарбоната. Кроме того, избыток йода в пище, которого можно добиться с помощью каких-то йодных удобрений, в надежде поправить свое здоровье с использованием йода, может тоже навредить, потому что в той же Японии, например, в странах близких к морю, продукты питания определяют на остаточное количество йода, потому что избыток йода более даже вреден, чем его некоторый недостаток. С учетом того, что мы все употребляем йодированную соль, недостатка йода у нас в организме нету, этим можно только вызвать избыток йода. Хотя вот даже вот этим йодом вряд ли это можно сделать, ну про калиоядид, если говорить про обогащение продуктов, растительных продуктов питания. О фунгицидных каких-то способностях, там 10-12 капель йода на ведро воды, не приходится и говорить. При этом надо помнить, что соединение, например, с мочевиной йода, там других галогеноидов, может быть очень опасно, потому что в результате образуется из мочевины циануровая кислота. А циануровая кислота является основой в том числе гербицидных препаратов. Гербициды это вещества, которые убивают растения, поэтому при изрядном увлечении смесей йода с мочевиной можно нанести своим растениям непоправимый ущерб. Кроме того, йод является также активным окислителем и вступает в реакции с различными органическими веществами. Смешивание молока, йода, мочевины, аммиака, зеленки и так далее в одном флаконе марганцовки является весьма опасным, потому что это сложная органическая химия, такой органический реактор получается. В зависимости от соотношения компонентов и условий, освещенности солнцем, различных других факторов, там бог знает что может насинтезироваться. Поэтому я категорически вот в этот период, когда блогеры такие вот самобытные активизируются в придумывании подобного рода смесей рецептов, просто призываю вас, пусть эта йодная настойка останется в прошлом. Еще одно средство, место которому на задворках истории садово-огороднической, это, конечно же, марганцовка. Правильное название – перманганат калия. Почему? Что касается марганцовки перманганата калия, то в качестве источника марганца, как микроэлемента, который действительно очень полезен и в некоторых случаях, я обязательно расскажу в ближайшем выпуске, в каких случаях можно наблюдать и какие симптомы дефицита марганца на примере томата и как его восполнить. Обязательно обо всем этом расскажу. Так вот, как источник марганца, она совершенно не годится, а дозы, которые не повреждают растения, слишком маленькие для того, чтобы она также стала и источником калия. Поэтому марганец в марганцовке не усваивается, калия слишком мало для того, чтобы использовать это в качестве удобрения. Ну, марганцовку все еще используют в качестве обеззараживающего средства. При этом поливать раствором марганцовки почву является древним, таким примитивным способом обеззараживания. Во-первых, он ничего не обеззараживает. Во-вторых, он окисляет различные вещества, находящиеся в почве. В-третьих, из марганцовки получаются токсичные, достаточно токсичные оксиды марганца. Именно на окислительных свойствах марганцовки и инкрустации, скажем, ран, там каких-то раневых поверхностей, оксидом, токсичным оксидом марганца, и основано его применение в медицине. Но вы с помощью этих розовых растворов можете, разве что поджечь корни ваших растений и нанести им достаточно большой урон. Если корни томата восстанавливаются достаточно хорошо, то корни перца и баклажанов, а также огурца восстанавливаются достаточно туго. Поэтому не используйте никогда вот эти вот растворы для пролива этих растений, тем более молодых. Ну и обеззараживание почвы, вы не обеззаразите его никакими растворами марганцовки, если только они не будут колоссальными. Но после колоссальных растворов марганцовки там не будут жить и растения. Поэтому существуют другие способы обеззараживания, в том числе биологические, основанные на различных антагонистических микроорганизмах, цивилизованные, но они какие-то такие дикие. Вот эти использования марганцовки я могу сравнить с полосканием горла керосином, какими-то такими старыми методами, которые уже ушли из медицины, надеюсь, никогда не вернутся. Ну и должны вот такие вот способы уйти из огородничества. Еще одно лекарство, которое нередко можно встретить в аптечке садовода-огородника, именно для применения на растениях, это аспирин или ацетилсалициловая кислота. Популярность ацетилсалициловой кислоты или аспирина можно объяснить схожестью названия с салициловой кислотой. Собственно говоря, ацетилсалициловая кислота является производным. И хотя из ацетилсалициловой кислоты можно получить салициловую кислоту, которая имеет действительно очень большое значение в повышении фитоиммунитета растений, увеличении их сопротивляемости к болезням. Для этого необходимо таблетки ацетилсалициловой кислоты кипятить как минимум 30 минут, да и то результат не гарантирован. Поэтому избегайте подобного рода советов по использованию аспирина, ацетилсалициловой кислоты для дезинфекции теплиц, для защиты от болезней. Никакого эффекта эта самая кислота не оказывает. Совершенно дело в другом соединении. Ну и еще одно популярное средство, без которого не то, чтобы можно полностью обойтись или которого надо избегать, но которое в значительной степени нужно ограничить к употреблению, это борная кислота. Хотя мы и говорим о ней, и упоминаем нередко на канале про цветок, включаем ее в свои рецепты, однако есть нюансы. Хотя значение бора для растений сложно переоценить, потому что все-таки он входит в состав различных ферментных систем. Является микроэлементом-синергистом, то есть он способствует усвоению различных элементов питания. Кроме того, бор имеет большое значение для правильного созревания пыльцы, повышения ее фертильности, образования завязи, прорастания пыльцы на пестике. И таким образом он, безусловно, оказывает влияние на урожай. При всем том, дозы внесения бора должны быть очень и очень скромными. Очень сильно от переизбытка бора страдает земляника. Избыток бора на землянике приводит к тому, что корни делаются такого бордово-красного цвета. Иногда на листьях можно встретить вот такого рода тоже симптомы. Они могут быть тоже обусловлены переизбытком бора. Количество бора, которое необходимо вносить, это примерно раствор 5-10 грамм на 10 литров воды. Но вы должны понимать, что эти 10 литров воды предназначены на площадь порядка 5 соток. И если у вас довольно скромные посадки земляники, то вы должны сообразно уменьшить дозу. Иногда люди из года в год, внося борные удобрения, ну вот борная кислота, пожалуй, наиболее популярная у садоводов, огородников, они настолько перенасыщают бором, соединениями бора почву, что не просто растения уже начинают страдать, а даже становится токсичной ягодой. И уже после отмены бора в течение нескольких лет на посадках земляники многолетних она несколько лет может давать достаточно токсичные ягоды. Бор не так уж безопасен для здоровья человека, он представляет особую опасность для пожилых людей, для детей. Про это, в общем-то, информация есть. И в каком-то из выпусков на канале про цветок мы об этом уже говорили. Поэтому очень-очень разбавленные растворы и, может быть, даже не каждый год должны вноситься для овощных и садовых растений. Что же, я очень надеюсь, что этот маленький дайджест в область садовых заблуждений и таких вот анахроничных каких-то способов борьбы с болезнями растений, их укрепления, иногда это называют подкормками, уйдут в прошлое на смену новым, современным, эффективным способам, о которых мы рассказываем на этом канале, на канале про цветок и на страницах журнала «Урожайные сотки». Будьте с нами! До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok